Сколько нужно зарабатывать в Тюмени, чтобы на все хватало? Меня зовут Наталья, я специалист по недвижимости компании «Реком». Узнаем у горожан. Ну, минимально 50 тысяч это должно быть, я так считаю, минимально. Одеться, обуться, продукты, все это без коммуналки, это копейки даже, можно сказать. Ну, на мой взгляд, если живешь один, ну, 50 где-то. Если семья, если двое работают, ну, 100. Полкинника до 70. А, 250-300. Еда, это очень дорого. Ну, и вот обиходка, это жизнь очень дорогая. Квартира, если одна комната, стоит 20 почти миллионов. Ну, это никуда ничего, правильно? Ну, 1050 точно. Ну, я думаю, 1045 где-то, 50. 150. 1120. Ну, 1200, я думаю, 250. Ну, 200, это если один ребенок, то 200. Ну, и 200 плюс, если больше детей. Чтобы так жить, не нуждаясь ни в чем. Ну, вот знаете, мои дети год живут в Тюмени, я сама арчанка, я приехала в гости в Тюмень. В Тюмени мне нравится, но я думаю, что на каждого по 100 тысяч нормально. Ну, я думаю, 100 тысяч, как минимум. Квантум Сатис. Если приезжать сюда именно на отдых, на лечение, на развлечение, то, чтобы ни в чем себе не отказывать, лучше иметь большой кошелечек, так, от 1080. Ну, если вы обеспечиваете себя и тратите на квартиру, на бытовуху, то, ну, около 100 точно в районе этого. Ну, 1150, наверное. Тридцатки хватит в долларах. 60 тысяч рублей. Чтобы хватало 1150-170. Ну, максимум, также полмиллиона. Ну, 1040 достаточно. 100 тысяч, чтобы быть нормально, чувствовать себя, во всем пойти, то, что я хотела бы приобрести, я могла бы приобрести, а не так. Чтобы я хотела внукам помочь чем-то, я могла помочь, а не считать эти копейки пенсионерские свои. Вот и все. Ну, 1050, наверное, как минимум. Ну, 50-70, это 100%. Если еще ипотека дети, 70, значит, это 100% надо иметь. 60-70, для начала подойдет. Ну, 1070, ну, чтобы нормально жить, в принципе. Самая большая, мне кажется, у молодежи трата это на ипотеку, если они уже живут в своей квартире. Ну, а так, в целом, еда, развлечения, ребенка одеть, накормить, вот себя чем-нибудь порадовать приятненьким.